Меня зовут Оксана, и я занимаюсь продвижением блокчейна в партии Рос. Собственно, мне вот удалось Борису Юрьевичу донести, что такое блокчейн, чем он хорош, что такое буткоин, и почему нельзя запретить его в нашей стране. На самом деле, красота и гениальность вообще этой всей истории с блокчейном, с буткоином, кроется в очень простой схеме. Удовлетворение двух потребностей. Одна потребность удовлетворяется. Вот есть майнинг, который занимается тем, что поддерживает всю систему блокчейна. Занимается впечатлением, как видим. Майнинг предоставляет, собственно, мощность своего процесса, получает деканограмму. Тот самый деканограмм, придуманный, виртуальный, непонятный цифровой топик. Но при этом майнинг удовлетворяет свою потребность заработка. То есть он обеспечивает работу майнинг, поддерживая саму технологию, давая ей возможность работать, и получает заработок. Вторая потребность – это обмен транзакций. Вот люди по всему миру все время не дают, что куда-то переводить деньги, что-то для чего-то, для кого-то. Тем более, что в двух странах, как действительно, Реджаке сказали, это очень дорого. Попробуй переведи Сбербанк в другой город, и ты уже заплатишь, ты точно не можешь перевезти 3 рубля, потому что это будет стоить 50 рублей. И возникает сложность микропереводов, дальних переводов, в Украине вообще крыл, лишился у нас переводов. И то есть вот эта вот именно потребность у людей существует, присутствует делать какие-то переводы. То есть здесь одни люди занимаются тем, что дают возможность этим переводом совершиться. Другие люди хотят воспользоваться этой возможностью. И вот заворачиваются у нас две взаимодополняющие спирали. То есть это удовлетворяется две потребности, и это принцип саморазвивающейся системы. Вот на самом деле, вот почему растет биткоин. То есть чем больше людей хотят воспользоваться этим, и чем больше хотят людей заработать этим, две системы развиваются одновременно, давая возможность, собственно, увеличивать сообщество и тех из других. Они друг друга дополняют идеально, как идеальная пара мужчин и женщин, да? И биткоин растет. Вот в этом весь, в принципе, собственно, рост биткоина. Что касается вообще гениализа. То есть этот алгоритм, он гениальный, просто красив вообще, и дает возможность развиваться дальше системой. Но Виталий Путерин увидел, что у технологии блокчейн не только одна функция, да, переложивание денег, вычисление вот этого. Именно благодаря открытому коду любой человек может увидеть, чего еще туда привисать, какие, ну, вот эти гениальные разработчики, которые способны писать ядро, вот ядра, они могут домыслить, что, что туда вложить, какой еще новый функционал вложить, чтобы еще появилась новая функция. И вот тут возникает вот красота, опять же, возможностей, новых интеллектуальных возможностей, которые способны заложиться в любой токен. Что такое Waze, что такое другие любые токены, это всего лишь новый какой-то функционал, который позволяет заложить сюда именно функцию. Новый функционал, заложенный в этот токен, то есть если деньги перенаживают исключительно цену, стоимость товара, то здесь информационный токен, он может носить любую информацию, умные контракты, ICO, вот ты в ICO токен пропускаешь, ты должен придумать новый функционал токена, и именно тогда он у тебя взлетит и вырастет. И тогда это становится вот именно всеобщей потребностью. Чем больше людей хотят эту функцию получить, тем выше этот токен. И вот когда возникает вопрос, когда люди утверждают, что криптовалюта ничем не обеспечена, это люди не понимают, чем она обеспечена. Потому что она обеспечена самым большим, что вообще дано человеку, интеллектом. Интеллектуальная собственность вкладывается в виде функции, но в этот токен. И тогда, когда он дает новую какую-то функцию, предоставляет, чем большему сообществу эта функция будет полезна, тем больше цена будет этого токена. Здесь он запускается с нуля, когда чем больше людей узнают и начинают использовать эту функцию, его токен страстет. Вот и вся красота вот этого блокчейна. Именно поэтому платформа создается уже используя, то есть платформа создается, да, она создается с многими функциями, с многими, возможно, там, какими-то... В принципе, платформа – это веб-интерфейс, по сути, да, то есть это простой веб-интерфейс, который позволяет этими функциями воспользоваться. А тут уже внутри может ходить вот этот один токен, другой, он может быть... Вот Борис Ильич наш мечтает, чтобы выборы проводились с помощью блокчейна, чтобы нас перестали обманывать, того же мы, наконец, выбрали. То есть мы, каждый, получая этот токен, мы отдаем тому, избирая человека, в которого верим, и, собственно, таким образом эти токены накапливаются в того, которому верит большинство. Вот и принцип доверия. То есть почему блокчейн считается системой, которая обеспечивает доверие? И почему эта система считается идеальной для рынка? Потому что выбирая, собственно, платформу, которой вы доверяете, вы определяете своим вот этим доверием, ростом вот именно того токена, которому вы больше всего доверяете, вы определяете ценность той или иной функции. Представляете мир, в котором вы могли голосовать за законы, которые принимаются в госдуме. То есть вот этот закон нам нравится, а этот нет. То есть чем больше голосов-то достиглось, тем, значит, больше смысл имеет этот закон. Чем больше голосов собрал тот или иной представитель там партии, тем больше доверия он, значит, вызывает. И никаких бюллетеней, никаких подменов, никаких урн. То есть пришел, проголосовал, да. Не надо токены выпускать, не надо ничего, ни бумаги, ни бюллетеней выпускать, не надо тратить на это все. Сейчас уже все с телефоном могут сделать, по отпечатку пальцев найти в свой телефон. Почему бы мы не сделать голосование такое, да? Ты пошел, да, подтвердив, что это ты. Ты проголосовалась, ты предложила свой выбор, все зафиксировались на блокчейне, потому что здесь действительно эти майниры занимаются. Они обеспечивают то, что невозможно сделать два раза, да? Невозможно сделать две транзакции. Именно майниры обеспечивают единственную возможность вот этой вот транзакции и невозможность подменной информации. Вот в этом их миссия. Поэтому майнинг, ну, конечно, все за ним гоняются только потому, что он дает награду, ну, блокчейн, биткоин там растет или другая криптовалюта растет. И вроде как люди просто удовлетворяют свою единственную потребность, пассивный доход, да? То есть поставил майнинг, ну, тебе деньги зарабатывают. Но при этом они выполняют важную нить, они обеспечивают работу этого майнинг и значит работу блокчейна. И поэтому здесь получается взаимосвязь вот этих вот удовлетворения двух потребностей людей в плане платформы биткоина. И вот таким образом еще открытый, собственно, код позволяет дополнять это все и придумывать. То есть вот любой гениальный человек, который в этом разберется и поймет, он может еще что-то дописать, придумать новую функцию, придумать новые токены. Да, получается, что ЦБ лишается вот этой вот возможности, исключительности, выпускать миссию и объявлять всем. Вот именно куполь ценен в нашей географической территории. То есть мы забрали блокчейн, и мы еще пока блокчейн забрал вот эту вот просто, казалось бы, догматично установленную функцию выпуска денег, выпуска ценностей. И поэтому получается, что как интернет стер границы вообще между людьми, люди стали обмениваться свободной информацией и звонить друг другу, независимо от того, где ты находишься. Так вот блокчейн, он сотрет со временем границы между государствами в обмене ценностями. Вот в чем его миссия великая вообще, и в чем его вообще просто гениальность. Пожалуйста, вопрос. Я не готовилась, я так, как с фронтом. У вас очень хорошо получилось. Спасибо. У Ларисы, да? Оксана. Посмотрите, в информации там все понятно. По-моему, она сама-сама по себе. Деньги сами по себе ценности не имеют. Да. Они имеют ценность двух качеств. Либо как средство накопления, либо как средство удержания.